Дорогие друзья, уважаемые коллеги, как известно по известной такой поговорке обещанного три года ждут, но у нас прошло мне кажется не больше одного года и иллюзий про ПРВ. Продвинутая версия для профессионалов. Представим себе наше с вами обычное дыхание, нашу альвеола. Наша альвеола имеет, она открыта, она открыта на вдохе, она открыта на выдохе, вот это выдох будем считать, она сдувается немножко, она немножко надувается на вдохе и она находится на оптимальной части ее кривой податливости. Вот нормально альвеола. Все то, к чему стремимся при нашей АВЛ. Представим себе пациенту, у которого дистресс-синдром и альвеола рекрутабельна. Альвеола схлопнулась и мы за счет какого-то давления я, начинаем ее надувать. Назовем это рекрутирующий маневр или это будет увеличение давления за счет увеличения пип. Когда мы увеличиваем пип, у нас сразу автоматически растет инспираторное давление. Пока у нас шарик находится на нижней части кровоподатливости, ниже точки перегиба, нижней. мне надувать его сейчас тяжело, очень плохая податливость. Надул до нижней точки перегиба и легко пошел надув. Шарик открылся. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вот наша с вами нормальная вентиляция. Мы с вами только что полечили респираторный дистресс-синдром, где альвеола рекрутабельна. Теперь в каком же режиме нашего пациента мы, поскольку мы его рекрутировали и начинаем лечить. Ну, он дышит у нас, скажем, в режиме пресс-супорт. Инспираторное давление. Вдох, пип, выдох. Пресс-супорт вдох, пип, выдох. Пресс-супорт вдох, пип, выдох. Представим себе управляемую вентиляцию. Пресс-контрол. Пресс-контрол вдох, пип, выдох. Пресс-контрол вдох, пип, выдох. Теперь говорят, окей, мы вообще любим режим бип-ап. Режим бип-ап, что это такое? Мы с вами вдохнули и вот на этом вдохе мы начинаем дышать. Представьте, что вы сейчас вдохнули и начинаете дышать. Выдыхаете. Как-то не очень, правда? Это бип-ап. Значит, что-то здесь не то. Мы с вами вдыхаем. Более того, мы с вами вдыхаем на какое-то давление, которое нам уже не нужно для расправления львеол, для поддержания их открытыми. Для поддержания ее открытыми нужно давление пип. Оно обычно не очень большое. Там 10, 15, 12. А мы ставим бип-ап давление 30 или мы переходим к режиму АПРВ, который разновидность по сути бип-апа. Давление наверху 30. Это пип 10. Все хорошо. Комплайнс нормальный. Это инспираторное давление обычное 20. Это АПРВ 30. Шарик уже максимально надут. И ему он уже начинает перераздуваться. Мне уже трудно его надувать становится. И вот в этот момент пациент начинает дышать еще больше на этой фазе перераздутого шарика. Дышать тяжело. И кратковременно выдох. Фаза релиз. Но поскольку фаза короткая, релиз осуществляется до достаточно высокого уровня давления. Оно примерно будет 70... Сколько мы там снижаем? 75% пикового потока. Значит остается у нас соответственно. Ну вот и осталось у вас 75% от того давления, которое было, было 30. Минут 75% осталось 22 примерно. Значит пип 22 у вас на выдохе и объем газа, который выдохнул, очень маленький. Значит СО2 вымыться не может. Что мы здесь видим в этой истории? Значит простой продвинутый версий. Про режим АПРВ. Первое. У нас идет перераздувание альвеол совершенно ненужное на вдохе. Совершенно ненужным перераздуванием на этой фазе вдоха, где в общем нам дышать не физиологично. У нас при этом конечно же начинают сдавливаться наши капилляры легочные. Они сдавливаются и возникает нарушение гемодинамические в малом круге. И мы видим, что у нас нарушается выведение СО2. Более того, у нас на выдохе такое высокое давление остается, что легочные капилляры продолжают быть сдавленными. Вот простая продвинутая версия, почему режим АПРВ в общем-то не является правильным физиологическим режимом. Ну и заключение. Представим себе, что у нас альвеолы мало рекрутабельны, что вы не можете их открыть никаким давлением. Легкие печенели, организовывающая пневмония, заполненный эксудатом. Как бы вы не надували ваш этот шарик, а шарик заполнен водой. Никакого толку. Будь то АПРВ режим, будь то не АПРВ режим. Вот этот у вас шарик полностью заполнен жидкостью или эксудатом. Он неоткрываемый. Что вы делаете в вашем АПРВ? Вы перераздули те шарики, которые так были открыты. Тем самым еще больше сдавив легочные кровообращения и усилив как волюмо травму, так и гемодинамический эффект. Дорогие друзья, вы только что посмотрели версию иллюзии про АПРВ для продвинутых пользователей искусственной вентиляции легких. В ближайшее время мы выложим расширенную версию этой иллюзии.